Подмена тезиса. Сущность этой ошибки в том, что в ходе доказательства, умышленно или неумышленно, меняют смысл доказанного тезиса. В результате доказательства относятся к одному утверждению, а кажется, что оно относится к другому. Хитрые спорщики иногда используют подмену тезиса сознательно, как полемический прием в ходе доказательства своего тезиса или же опровержения чужого. Именно такую уловку применили члены Синедриона, пытаясь выдвинуть какое-либо обвинительное заключение против Иисуса. В Евангелии от Луки, 22 глава, 70-71 стих говорится, «И сказали все, и так ты Сын Божий. Он отвечал им, вы говорите, что я. Они же сказали, какое еще нам нужно свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». От повторения этой же ошибки вслед за братьями предостерегает своих читателей евангелист Иоанн, говоря, «Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того, ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что еще никто не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того». От Иоанна, 21 глава, 22-23 стих. Крайним проявлением подмены тезиса является так называемая утрата тезиса, когда в ходе рассуждения человек вообще забывает о своем первоначальном тезисе и вместо него предлагает для доказательства или проявления другой доказателя, проигрывать который значительно проще. В результате, в случае удачи, человек при этом добивается впечатления победы в споре, незаметно поменяв сущность самого спора. Интересен пример, как к этой уловке прибегал апостол Павел, когда понимает, что членам Синедриона нет дела до произглашаемой им истины. Они защищают исключительно свои собственные политические интересы. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Деяние апостола, 23 глава, 6 по 8 стих. Рассказывают о пастыре, который, проповедуя на текст, «Вспомни, откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела», откровение 2.5, подменил тезис на «Будьте благоразумны и бодрствуйся в молитвах». 1 Петра 4.7. «Раньше, мол, ты не спал, бодрствовал в молитвах, теперь же спишь и не молишься, поэтому покайся». Так что даже фонетическое сходство может оказаться основанием для подобной ошибки. Нередко подмен от тезиса маскируется какими-либо другими логическими ошибками. Например, ярый пропагандист атеизма Ричард Докинс заявляет для этого, что христиане тоже суть атеисты, только в несколько меньшей степени. «Вы же тоже, как и я, не верите, — говорит он, — и дальше следует нарочитать длинный перечень из общеизвестных представителей античного пантеона, экзотических племенных божеств, ну и неизменно вспоминаемого летающего макаронного монстра. А я, — добавляет он, — лишь прибавил к их числу еще одного». Незамечающие подвоха оппоненты-теисты тут же бросаются доказывать отличие от своих убеждений от веры в перечисленное существо. Но суть-то дискуссии не в том, какое понимание трансцендентной сущности Бога более обосновано, а в том, существует ли Бог вообще. Ведь если его нет, любые рассуждения о том, как именно его нет, бессмысленны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова